здравствуйте дорогие телезрители и конечно же подписчики моего канал на ютюбе голова садовая бедовая я так думаю сегодняшняя тема нашатырный спирт ну очень хорошее вещество аммиак или нашатырный спирт продается вот таких вот бутылочках вот я не знаю почему изготовители налили сюда 40 миллилитров оставив на половину бутылку ну налили бы 60 господи ты боже мой нет нам надо бутылки на продавать их и так девать некуда такие штучки всякие ну речь пойдет не об этом значит нашатырный спирт используется как в аптечках ваточку намочили дали понюхать тому кто потерял сознание да или кому-то очень плохо и он там вял разговаривает или ну явно видно что человеку плохо хочу предупредить сразу вот запомните пожалуйста если у человека эпилепсия никогда с нашатырным спиртом к нему не подходить никогда вы вызовете повторный у него приступ садоводы и огородники если такое заболевание имеется среди ваших родных и близких и они на даче никаких нашатырных спиртов в этот день пожалуйста предупреждаю я вас предупредила эпилепсия и нашатырный спирт несовместимые вещи но мы сегодня будем говорить о пользе этого азотистого соединения так это называется в науке не азотное соединение азотистое а что это значит а это значит что именно это соединение азотистое находится в самой легкодоступной форме азота для растений и употребляется легко и просто растением и в отличие от всех остальных азотных и подобных соединений где находится азот в составах всех удобрений именно азотистое соединение дает эффект сразу мы его сразу видим вот эти цветы стоят здесь совершенно не напрасно политые 1 столовая ложка на 10 литров воды не превышает дозу и нельзя пользоваться просто потому что вам захотелось очень аккуратно и перерывы между поливами должны быть совершенно строго определенные один раз в 2 недели не чаще посмотрите его полили а он за буквально там 45 дней выбросил уже вот такой лист и дома можно делать но помните о тех у кого заболевание эпилепсия запах на шатерного спирта не приемлем значит то что мы будем делать в огороде да все очень просто вы хотите чтобы растение взбодрилась до чтобы она стала прям вот ну чё-то пожелтела все никак не можем добиться результата и уже там никакие купороса железные не помогают возьмите пожалуйста одну столовую ложку концентрация вот она 10 процентный аммиак на 10 литров воды и после поливки водой всегда какая-то подкормка если это корневая а мы будем делать именно корневую подкормку и пролейте около растения ему под корень но под корень не под ствол делайте всегда разницу я всегда на этом внимание концентрирую не в ствол лейте а корневую систему пролейте проекция кроны определите ее вот у него где проекция кроны видите она вышла уже за горшок ему горшок маловат он скоро со страху зацветет я так думаю а значит и пролейте и вы сразу увидите результат своей работы могу сказать и мы это сюжет и снимем прямо уже на даче могу сказать что такие твари маленькие которые портят нам мурожай а вместе с этим нашу садовую жизнь луковая муха морковная муха скрытно хоботник это все насекомые которые там в почве живут и мы их не видим мы даже не знаем какой дозы их отравить но поливка двухкратная лука раствором вот так как я сказала одна столовая ложка не я слышу что там уже кричат мне некоторые три столовых ложки это очень концентрирован раствор и вы можете погубить растения корни точно погубите поэтому одна столовая ложка на 10 литров воды проливайте после поливки водой стараясь попасть в зону корневой системы растения и тогда и муха луковая отступит и морковная отступит но вы должны себе помнить ой как хорошо на шатырный спирт сейчас все полью у меня ничего не будет девочки если почва будет плотной в междурядик если они у вас вот такие расширьте их да вот таких потому что муха никогда не полезет не только из-за запаха а еще если будет взрыхленная почва в междуряди сухая она ненавидит сухую и рыхлую почву каждому жуку каждой бабочке надо чтобы почва была плотная чтобы там сделать норку и сделать колыбельку в рыхленой почве все осыпается у них нет возможности это сделать вы об этом тоже должны помнить несмотря что нашатырный спирт конечно поможет мы будем опрыскивать капусту мы будем проливать земляничные посадки и это будет эксперимент но я думаю что у нас все получится и ягода наша будет здоровой красивой цветущей и без этого трижды нами ненавистного долгоносика я вас обрадовала я думаю что да но вот тут у меня стоит еще одна бутылочка и вот эта бутылочка она тоже почти в каждом доме есть если не бутылочка то это обязательно таблетки потому что называется это очень просто помощник у кого сердечко слабовато валерьянка так что же валерьянка делает на наших дачах как она-то нам помогает ага конечно намочить ага ваточку и положить для котов соседских чтобы все собрались да нет мои дорогие вовсе даже не для этого вот когда мы делаем с вами настои крапивы зеленой травы настои навозов там да наши коктейли дачные замечательные ванища но всех святых выноси прям с дачного участка так вот если несколько капель валерьянки добавить в бочку с настоями вот этого такого полезного но такого вонючего средства запаха не будет и не будут жаловаться соседи что их ветерочком натягивает им запах и не будете страдать вы вот поэтому валерьянка тоже на этом столе я надеюсь что вам все мои идеи нравятся и мы с вами еще раз и пройдем прямо перед посадками это будет скорее всего май месяц ну может даже и апрель когда у нас еще немножко будет свободных рук и немножко будет свободного времени ну а на этом все обнимаю всех